Неделя эта показала нам с вами реальную скорость реформ в нашей стране. На примере электронного декларирования. Полгода прошло после первой подачи, а ВОЗ проблем и ныне там. Новости о Б-декларациях сейчас точно такие же, как и прошлой осенью, когда топ-чиновники, депутаты и судьи впервые показали, чем же владеют на самом деле. Такой же неработающий сайт, на который опять жаловались даже в правительстве. Такие же необъяснимые миллионы налички у политиков. Такие же особняки, такие же автомобили. И все это при очень скромных официальных доходах. Изменились ли за полгода только две вещи. Во-первых, если раньше все обещали проверить задекларированное богатство, то теперь о проверках почти не говорят. Зато очень активно обсуждают, как же еще переписать закон об электронных декларациях и на кого заменить нынешнее руководство Агентства по предотвращению коррупции. Ну а во-вторых, вдобавок к 100 тысячам деклараций политиков и чиновников, теперь в системе появились декларации даже бухгалтеров сельсоветов. То есть в 8 раз больше документов. Как так получилось, что за полгода и проверки толком не начались, и даже реестр не заработал нормально. А главное, кто должен понести за это наказание? Поясняла Елена Зорина. Декларационный ажиотаж. Бессонные сутки. Нервы чиновников на пределе. Вечерами пробовали, вночи пробовали. Не получается. Новый конфликт в Кабмине. Вы сядьте и сделайте свою работу. Мы делаем свою работу. Я вижу, просто миллионы деклараций. Вы не видите. Там есть зеркало, вы можете встать и сама на себя кричать. Вы сами не способны организовать работу с вашего сайта. И таким образом вы ставите всех людей перед загрозой 2 года тюрьмы. Премьер и члены ведомства против главы нациоагентства по противодействию коррупции. Я хочу, чтобы человек, который получил 100 тысяч гривен в месяц, работал на эффективном уровне. Они в какую-то выставку, я не пиду. Почему доступ к реестру не для всех? И что же на самом деле стоит за неполадками системы е-декларирования? Все секреты чиновничьих, судейских и прокурорских доходов хранятся вот в таких металлических шкафах, серверах. Именно из-за этого оборудования якобы главные проблемы с электронным декларированием. Но так ли это? А может быть просто нет рьяного желания показывать, сколько зарабатывают и чем владеют власть имущие? Вот и запускают игру под названием «Неработающий сервер». Квест этой недели. Зайди и подай декларацию. В интернете полно снимков экранов, когда отказано в доступе к сайту. Рождаются новые мемы. Декларанты образуют целое сообщество тех, кому с реестром не повезло. Судья окружного админсуда Киева Богдан Санин три недели пытался подать свою декларацию. Стопки документов, из которых не единожды переносил данные в электронную систему. Пароль для входа теперь разбуди даже среди ночи вспомнит неудачи с сайтом судью буквально преследовали. Думаю, надо подождать. Долго? Неизвестно. Когда заполнял разделы недвижимости. Нет у нас области. Хотя здесь должна отображаться полностью весь перечень областей. И даже когда пытался написать дату рождения матери. Не воспринимала, не принимала эти данные. Почему? Сложно сказать. Поэтому пришлось поставить графу о том, что мне неизвестно. Для него декларационные мучения закончились в среду. В два часа ночи. В селе Соколовское возле Кропивницкого квест по сдаче декларации к середине недели только начинался. И в 2 часа ночи опять и работали. Сейчас весна города тоже не сильно побегаешь и не запомнишь. Не смогли подружиться с сайтом и в небольшом селе Топоривцы под Черновцами. Главный бухгалтер сельсовета Марина Поныч заполняет документ уже неделю. И каждый раз заново. Один раздел меня остался разнести, но система вышла с ладой. А вот секретарь сельсовета, чтобы избежать штрафа, сидит на декларации по ночам. Человеку отправили, получилось швиденько. Освою, ну, ну, ніяк. 22 депутати у нас в СССР. И звонят, и питают, как выйти из ситуации. Допоможите, что делать, куда идти, вертаться, может, в область. Почему система дает сбои? Ведь осенью во время первой волны декларирование было то же самое. Конечно, мы можем тут говорить про саботаж, на жаль. Саботаж в деятельности Национального агентства спецзабобегания корупции. Можно предположить, что систему просто выключали. Так вот вопрос, на чье прохание эту систему выключали. Теперь уже бывший разработчик системы Юрий Новиков предполагает, ее полностью переделали и не к лучшему. На трех серверах, значит, она была построена. И она выдерживала миллион декларантов. Она могла подать в течение суток. После того, как поставили новую систему, начались вопросы с ней на 200 тысячах декларантов. В нацагентстве по противодействию коррупции кивают на системных администраторов. Мол, они виновны в мучениях декларантов. Компьютерщики умывают руки. Она дает обладательство НЗК, а программное обеспечение дает НЗК. Мы лишь администратором. Нам никто причину не сказал. По этот час, как не сказали причину в прошлом году, нам не дала ответ ни Генпрокуратура, ни СБО. А аннулировать есть что? Из уже задекларированного чиновниками украинцы Диеву даются иконы, старинные книги, бронзовые статуи, дорогие украшения, машины, дома и традиционно сотни тысяч долларов под матрасом. Если еще осенью он завидовал другим, теперь сам удивляет. Министр энергетики Игорь Насалик вместе с женой в прошлом году заработал полтора миллиона гривен, но умудрился купить два новеньких Мерседеса за 4 миллиона. К тому же наличкой в банке чиновник хранит столько, что так просто не унести. Почти миллион долларов, а это около 10 килограммов веса, полтора миллиона гривни, еще три с половиной килограмма и четверть миллиона евро потянут на килограмм другой. Нардеп Ляшко и без мандата не пропадет, как шоумен неплохо справляется. Пятую часть своего дохода получил в прошлом году на телевидении, хотя по закону такие подработки нардепам запрещены. Также избранник задекларировал селянские виллы, беговую дорожку, дорогие часы и не одни, а еще украшения сожительницы. А вот рекордсмен первой волны декларации, народный фронтовик Игорь Котвецкий и сейчас не бедствует, показал 115 миллионов гривен доходов и 240 миллионов налички. Только на шопинг и отдых он потратил 12 миллионов. Пока одни декларируют богатство, а другие пытаются хоть какой-то документ подать, в Украине заговорили о новой системе. До цього, власне, зараз заводится весь той сценарий, який реализовывался. Это коштует 12,7 миллионов долларов и займет 4 роки. Построить систему мониторинга дня 3-4, значит, посмотреть, что она покажет. И, судя по тому, как система себя ведет, еще за неделю откорректировать показатели. Если исправить старую разработку, можно быстро. Зачем затягивать на годы? Может, действительно, чтобы скрыть чиновничьи яхты, виллы и тонны кэша от любопытных глаз? Елена Зурина, Ольга Паломарюк, Елена Брынза, Мария Анна Бурякова, Геннадий Аникеенко и Владимир Дедов. Подробности недели – телеканал «Интер». Субтитры создавал DimaTorzok